2 на 2. Ледяные оковы. Играю с шефом против генерала Карася и Апафы, наверное. Если так правильно прочитать, Апафа. Смотрите, короче, выхожу я, хотел в море. Быстрая развертка, потом передумал, в итоге не вышел. Но мой соперник вышел в море с развертки, и воду он меня отжал, и взял один ящик вроде, да. И на суше я взял три, написал, у меня все плохо с ящиками, и поэтому я понял, тут я еще видел алики. И понял, что мне сейчас лещей надают. Но я надеялся на фуловые морские, но я не успел их достроить. Во-первых, вторую рейнштаба, и только две доступно. А в-третьих, меня уже пробили. И поэтому я был вынужден отстраиваться. Ну, в принципе, то, что я и делаю. Написал, типа, не бей аликов, я отстраиваюсь, я жду. Ну, сейчас, смотрите, я за свои ресы настраиваю ЦС, и жду, пока он мне убьет все ЦС. Вот эти. И потом я их восстановлю при помощи густая, в итоге у меня будет их больше. О, голд реконструкция, я поставил сам их, и еще через реконструкцию установил две ЛК, СД и 4 ЦС. В итоге у меня вот такое получилось, и как бы я в плюсе. Он мне, ну, бил ты, ну да, ну, время. Все, как бы, выхожу авиации, четвертую рейнштаба Торы, мой союзник. Тут его бьют мамонта, а яга дикими. Тут тоже вроде четвертую рейнштаба будет, а тут третий еще. Это из разряда неинтересных боев, где вам не нравятся они, но, блин, мне-то они нравятся. Так, попросил разведку штаба. Четвертую рейнштаба. И залетает, разведывает четвертую рейнштаба. Все. Я боялся пятый рейнштаба, и как бы я гахам, он написал. Мб и луч, то есть я хотел написать, возможно, ядерка, но почему-то написал луч. Так, тут кречет залетел, разведал. Не столь важно. Да, тут я Тором и помог, ну и мы добили все это дело. Полетел на разведку я. Смотрю еще четвертую рейнштаба, то есть бояться нечего. Сам-то я решусь тут вроде в пятый, да, я в пятый выхожу. Так, что у нас здесь? Тоже четвертая, а я попросил разведочку. Все правильно, все правильно. Штаб таки не засветил. Да, кстати, он пролетел, но штаб не засветил. Ну, теперь я видел, что тут, как бы, опять же, четвертый и егахам. Вау, нет. Но выход, но выход. Так, Тором я перемещаю с аэродрома на аэродром. Я ожидаю, что он, короче, будет в нее залетать, их выбивать. И этот. И поэтому я Тор из аэродрома на аэродром кидаю. Да, тут я быстро висал, тд ведь не справлял, как бы. Будет выбивать аэродром, не, я хотел написать. Ну, это или не фуловые алики, или на голде он бы дальше достал, мне кажется. Ну, там хер его, короче, пусть бьет. Да. Мне не жалко, я отстраиваю все равно это все дело. И он перестал бить, значит, буст, буст не использовал. Так, тут залетел его кретчет. Тут залетел вертекс шефа. Разведывает. Так, оба, четвертый уровень штаба, вот здесь был АГХ, много кретчетов, и вот здесь тоже АГХ, и без кретчетов. Я перемещаю туда-сюда. Ставлю луч, попросил... А, что я попросил? А, ПВО возле моего луча воткнуть. А, что вы тут? А, тут алики. Алики и мамонты, да? Залетает кретчет. И палит луч. Теперь я знаю, что он его выбивать будет. Вот едет АГХ. Я решил перехватить. Это, наверное, была ошибка, нужно было подпустить поближе, потому что тут кретчетами перехватывают. Да. Казалось бы. Ну, я потерял только два Тора, так что... Все четко. Ну, и тут где-то АГХ, да? Еще без Хама. Бум. Так, союзник мой выходит от пятого уровня штаба. И вот здесь, короче, АГХ заехал. Пропустили. И я, как бы, немного под этот... Подрастроился. Я ничего особо не потерял, как бы. Но я подрастроился. Луч был не заряжен, так что терять было нечего. Насталил я целую кучу аэродромов, чтобы туда-сюда, как бы, Тора перекидывать, мало ли. Я гахам. Тут красный вроде, да? Желтого нет. У меня заряжается лучше еще пятнадцать секунд. Голд оборона. Ясное дело. Зевс мой лопнул быстро. Торы попадают. Вертексами выбиваем Хам. Ну и тут все аэродромы и заводы. Да, я езжу. Фуловый луч. Че вы хотели? Ну все, в дальнейшем они сдались просто. Да, я тут залетел побить. Но все. Я понял, что они сдались. Там осталось пару ПВО. И, как бы, продолжать не было смысла. Куда бью? Сюда бью. Но подсинька не так будет пробивать. А, нет. Неплохо. Неплохо пробивает. Урон там около тридцатки. И точность. Смотря куда попадет еще. Теперь луч шефа. А вот стоковый луч. Смотри, как надо. Стоковый луч. По сравнению с фуловым, как бы, 18-м. Ну, он вроде... Ну, не, по-моему. Вроде стоковый же. Он говорил. Тоже 18-й ранг у него. Четыре здания только. Все, и тут сдались они. Вроде как. Ну, то есть, время вышло пять минут. Давай, сдавайся. Хм. Тут, кстати, должно быть сдача. И поэтому, смотрите. Это баг. У меня нет от этих ресов. И их не должно быть. Смотрите, как время идет. И как насчитываются ресы. В этот момент уже все сдались. И, типа... Какого черта? Смотрите, лучи заряжены. Юниты не двигаются. Потому что в этот момент мы сдались. Я вам еще покажу в конце, сколько занимает этот... Сколько идет сам бой. Смотрите, уже 49 минут. Мы не драли 49 минут. Какого черта происходит? Так и должно быть. Нормально делаете разрабы. Как бы 10 из 10. Давайте немного посидим, почилим. Как бы поговорим о жизни. Не, не хочу выходить. И резы капают, да? Все четко. Чу. Сколько можно накрутить? До часа накрутит? Или будет больше крутить? Я так могу и 6 часов как бы просидеть. Мне ж не жалко, ребят. Как бы баги в прямом эфире. Без смс и регистрация. Зато можно считать, сколько резов собирает там определенное количество СС. Давайте, сейчас будет час. Мы на часе стопанем и зафиксируем количество резов. Час, да? Час, вот. Час у меня, ну пусть 24 тысячи. Добыча у меня там тысячи с чем-то. Сколько за час накопится резов? Для меня ради прикола так буду сидеть до последнего, типа. Вот что происходит, когда вы выходите. У вас пишет, типа, игра завершена. И вот что происходит на сервере. Все юниты стоят, как бы чилят. По кайфу? По кайфу. База тут без меня живет. Лучи заряженные. Прикольно. Сколько запись. 12 минут, в принципе, мы будем на вот это смотреть на протяжении долгого времени. Очень интересно. Очень, очень интересно. Я понимаю, что я могу выйти, как бы, но это считается за баг. Конца боя-то нет. Можем обсудить баланс, ребят. Как вам нынешний баланс? Что я могу сказать по поводу нынешнего баланса? Для золотой лиги, второй лиги золотой, типа, какие там, 16-18 ранги. Для фулового кача конфеты и тымба. То есть из 70, из 50 боев, если вы фуловый, вы проигрываете там 1-2 раза. То есть из 400 боев пвп, у меня 15 сливов. Пвп. В турнире, я не помню, 6 или 7 сливов, или 5 из 116 вроде. Казалось бы, да? Типа, не знаю, сопри, наверное, ну, не то, чтобы тяжело. К примеру, меня АГХ вам зарашили. Ну, там карта огромная, там много рейсов. Это не всегда можно сделать. Короче, много зависит, ну, смотрите, факторы. Много факторов зависит, ну, исхода боя. От прокачки, понятное дело. Использование бустов обоих игроков. То есть какие бусты используют. Потом... Какая карта выпадет? Это очень важно. Типа, если игрок менее прокаченный, у него там в море выпадет, его задавят в море. Потом играет фактор еще удачи. Фактор удачи это попасть в торм и попасть градом по туману. Фактор удачи луча, наверное, неэффективен, потому что ты просто жмешь и как бы убиваешь. Тут фактор удачи не влияет. Фактор удачи еще интернет-соединение. Но это от сервера зависит, мне кажется. Ну, три основных. Это скил, кач и карта. Все. Вот три главных. Скилл это основное. Без скилла даже фуловая кача имеет вин слабый. Кач. Второе, это одно из основных, потому что, блин, мощность юнитов, зданий и всего строится за прокачки. Но и карта. Удобная, неудобная для той или иной фракции. В большинстве случаев маленькая карта, неудобная для сопра. Ой, конфы. В ту же степь, если большая карта, то... Ну, наверное, больше для конфы, но мне кажется 50 на 50. Кто первый выйдет в супероружие? Ну, и средняя карта тоже. Кто выйдет в первый супероружие? Ну, в средней карте, наверное, конфа, потому что можно Ягахамом рашить. Ой. Для конфы, потому что можно Зевсоградом рашить. И при поддержке щита еще. На данный момент турнир идет, это надежный напарник. Чтобы нет. Надежный напарник это вы, а не ваш бот. То есть, ваш бот не надежный напарник. Поэтому и называется надежный напарник. Так ты должен быть надежным напарником для своего бота, который по шаблону вот с одной точки в другую точку отправляет войска. Так же с этой точки один бот в эту точку отправляет войска. А ты вот. И ты должен ему помогать. Или пиздить вот этого. Ну, или его отпиздить, а потом вдвоем вот этого напиздить. Как бы. Ну, вы поняли. Лайфхаки. Блин, я как бы устал уже. Давайте до двух часов досидим. Подкрутить два часа. И все. И все. И все. Нечего обсуждать. Но есть. Я в турнире отыграл некоторые два боя. Один против вот этого красного паренька в турнире. Также лучом выиграл. Он также играл кредщитами и Агахамом. И второй против конфы. И против дивизии. Там Зевса, Градащиты. Тоже плюс луч. Ну, вертекс. Ну, как обычно. Начальная стадия, а конечная луч все завершил. Так, смотрите. За час на пятом штабе и 7 ЦС без бустов вы получаете. Было 24 тысячи ресов, да? Сейчас будет около 90. То есть вы получаете 66 тысяч. Ну, плюс-минус. Нет. Даже не 66, не 90. Потому что тут 84. Смотрите. Это 60 тысяч ровно вы сейчас получили. Ну, и за три минуты там что-то накапливает. То есть на пятом штабе и на 7 ЦС за час вы получаете 60 тысяч ресов. То есть если вы играете на пятом штабе, у вас ферма около часа. Знаете, вы потратили больше 60 тысяч ресов. Ну, все. Два часа я как бы устал. Давай, прекращай. Обновился один, блин. Лайфхаки. Сейчас я вам покажу, за сколько на самом деле этот бой прошел. Потому что я могу так и вечно смотреть. Я могу смотреть в эту даль. Так. Где он? Где тот бой? Не, он выше был. Вот он. Смотрите. 38 минут. Мы там час уже сидели. Даже два. Непонятно, короче. Могу вам луч свой показать, кстати. Фулл 18 луч. Ой, блядь. Не луч. Вот он. Смотри, какой он сладенький. 29770. Броня на 19. Короче, апа ее 19. Посмотрите. Откроется броня. На 19 откроется урон. На 19 откроется жизнь. На 19 откроется увеличение меткости. На 19 откроется вот это. На 19 луч просто будет конфетка. Так. Этих бустов меня много. Кстати, вот тут выгодно по скидкам. Я понимаю, что проще здесь взять их. Турнир я сейчас не к спешке мне. На первое место не претендую. И мы играем кланом. Клан у нас на втором. Отыграл я 8 с 8. Не знаю, что вам показать, что же рассказать. Ничего интересного. Что у нас есть? Какой я вам хотел бы... Смотрите. Как бы... Вот отыграл я 2 на 2. Нет, это не я отыграл. Я вот. И вот. Вот этот парень. Я против него вот этот турис играл. Ну, там тоже такой бой вроде. Ничего. Вот этот неплохой замес был. Ну, неинтересно. Интересно. Интересно. Ну, быстро. Видите, бои такие именно. Ладно, ребят. Запишу вам потом в последующем. В дальнейшей жизни вот этот. Наверное, бой вот этот. Знайте. Знайте. Арта — это зло. Его зло. Ты, собственно.